Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца. И в конце расклада, мои дорогие стрельцы, я возьму карта совета для вас. Что вам высшие силы советуют? Первая карта для вас это девятка Пентагля. Почему-то показывает, что женщина, это может касаться, что вы будете в начале месяца в ожидании. Может, чтобы кто-то написал, чтобы кто-то дал о себе знать. Но будет такое состояние апатичное, пустота на душе, какая-то тяжда. Если вы хотите выйти из этой состояния только через ваше стремление, только через ваше желание. Только то, что вы сделаете сами, шаги поменять, то, что вас не устраивает в жизни. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это семерка Пентагли. Только через новых каких-то целей, только через новых каких-то стремлений, мыслей вы сможете выйти из этой состояния. Поэтому, мои дорогие, не сидим, не ждем, что что-то поменяется или какое-то чудо. Сами стремимся для того, чтобы в нашей жизни, может быть, касаться это финанса, может касаться это отношения, для того, чтобы что-то поменялось. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Что это касается, это карта Десятка Мечей. А Десятка Мечей показывает, мои дорогие, даже то, что кто-то, если вас в прошлом предал, даже то, что кто-то вас разочаровал, что не ожидали, что этот человек с вами сделает такое. Вы должны понимать, пока вы не поможете сами себе, никто вам не сможет помочь. Поэтому постараемся стремиться в начале месяца выйти из этой именно Десяткой Мечей, из этих, то, что кто-то воткнул вам эти ножи в спину. А именно от того человека, которого вы не ожидали. Давайте посмотрим следующая карта Двойка Кубков. Двойка Кубков прислушиваться интуиции вашей, прислушиваться то, что ваша душа говорит. Дайте себе возможности даже после какой-то предательства поверить новую, да, новым людям. Поверить новым какие-то, знаете, даже поверить в себя. Дать себе возможность, что не все люди одинаковые, не все могут предавать. И сдать себе возможность и даже, может быть, доверять самого себя. Потому что после какой-то, знаете, какой-то предательства вы можете даже себе не доверять. Да, не то, что другим людям. Но только через ваших желаний, да, и через какие-то ваши какие-то шаги. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта Пятерка Мечей. Отпустить своего прошлого. Потому что вы пока, знаете, вот вы идете, ну, в новые, да. Но почему-то вы еще стоите на страже в порядке. Вы почему-то еще держите вот эту обиду, разочарование по поводу людей. Дайте себе возможности, не быть в вести страхах, что, может, опять люди вас будут предавать. Что опять могут вас обмануть. Дайте себе, вот, верить в том, что в этой жизни мы еще можем кому-то, да, доверяться. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине месяца. Семерка жезлов. Семерка жезлов. Вот вы сами можете создавать себе в жизни какие-то преграды. Вы сами можете себе создавать эти трудности. Потому что, когда вы закрываетесь, когда вы не даете возможности выйти из этой пустоты, из этой депрессии, можем сказать, из этой ситуации, когда нету желания ничего, может не работать, не начинать общение с кем-то, с другими людьми, и не начинать новые отношения, то вы сами себе закрываетесь, и сами себе создаете какие-то преграды. Поэтому работаем над собой, да, и понимаем, что в этой жизни только наше желание, да, и если она поменяется в нашу сторону, то поверьте мне, и в других, да, ну, к другим людям, да, людям тоже поменяется. Давайте возьмем карту, да, на конец месяца. Женщины, это вы находитесь на своем троне. Вы находитесь там, где вы должны находиться. Но почему-то ваши страхи, ваши вот эти мысли, ваши эти какие-то ситуации, которые вы не доверяете, она приводит, да, то, что вас останавливает. Женщины, дайте себе возможности менять что-то в вашей жизни. Дайте себе возможности открыться. Еще хочу сказать, что, женщины, обращайте под конец месяца на ваше здоровье, да, потому что здесь может касаться, что может быть какие-то ситуации, которые для вас, как вот то, что вы будете в состоянии вот именно как апатия, как пустота, нежелание что-то менять, вот у вас может быть то, что какие-то моменты, да, могут быть по здоровью, да, ну, как звоночек. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, восьмерка кубка. В конец месяца у вас будет, знаете, такое желание от всего уйти, от всего закрываться, никому не доверять, никому не рассказывать ничего, но этого не стоит сделать. Если вы понимаете, что да, нужно от кого-то уйти, да, нужно от кого-то закрыться, нужно, может быть, да, кого-то оставить в прошлом, то вы это сделаете. Но закрыться от всех и от всего этого не нужно и не стоит. Давайте посмотрим карта совета и что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие. Карта дьявола. Вот на протяжении всего месяца у вас будет искушение. А искушение будет в том, что будут держаться вас в мыслях о прошлом. Вот именно будут такие ситуации, когда постоянно будет воспоминание, какие-то зависимость с прошлого. Поэтому, мои дорогие, стараемся и работаем над собой для того, чтобы не быть в такой состоянии, для того, чтобы не находились в такой состоянии. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале. Субтитры сделал DimaTorzok